Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава Микец и Ханука. Сегодня не забудьте вечером, сегодня зажигается первая свеча Хануки. Сегодня начинается великий праздник. Я немножко расскажу о Хануке, то, что не все знают. Как у любой заповеди, у праздника Хануки есть свои особые законы и обычаи. Заповедь, когда изучаем мы, мы что-то можем найти, такого, что не нашли в прошлом году. Первое. Заповедь делиться. Если у кого-то есть масло и фитили на 8 дней, и все хватает, но в притык, а у соседа вообще ничего нет, то, как говорят мудрецы, надо поделиться. Надо поделиться, чтобы у него тоже было зажжено. Дело в том, что идея добавлять по одной свече до 8, это было уже постановление мудрецов. А вот идея делиться, это уже намного более глубокая и более такая еврейская идея. Поэтому лучше поделиться, чтобы он выполнил заповедь, как и вы, чем украсить свою. Второе. Изначально предполагалось, что зажигание будет происходить на улице, непосредственно перед дверью дома, на закате. Это для того, чтобы люди видели, с работы шли и так далее. Ханука в этом отношении абсолютно уникальна. В иудаизме нет другой заповеди, требующей такого публичного исполнения. Поэтому это дает нам возможность понять, что в Хануку надо выйти из дома, надо нести свет на улицу. Третье. Уникальность благословения. Все знают, что есть благословения, которым зажигаются ханукальные свечи. Однако менее известный факт состоит в том, что существует благословение для того, кто не зажигает свечки. Увидев горящий ханукальный светильник, человек говорит благословение, чудеса, совершенные для наших отцов. Особенность праздника Хануку заключается в том, что даже сам, кто не выполняет заповедь, кто произносит благословение, просто видя, как ее выполняют другие. Это уникальная совершенно вещь. И свечи выставлялись для всенародного обозрения именно для этого, чтобы присоединить тех, кто еще не совсем в системе. Приоритеты Талмуда четвертые. Рассматривают вопрос о человеке, у которого слишком мало масла для свечей, из-за того, что он может зажечь только субботний или ханукальный. Написано, что преимущество здесь будет за шаббатными свечами. Почему? Потому что шаббат важнее в этом плане. В нем есть семейная гармония, шломбайт. Рассказывают историю про Хафисхайма, когда он очень был, минута в минуту все делал. И тут сидит, не зажигая свечи хануки. Подождал, то уже почти время проходит. В это время заходит жена, он говорит, о, и встает, и зажигает. И потом он объяснил, что я не хотел, жена могла расстроиться, если бы я зажег без нее. И так надо подходить. Видите, это время шломбайта. Ханука, это время шломбайта. Пятое. Это свеча на момент зажигания должна гореть не менее 30 минут. Надо должно быть столько масла или воска. Но в случае, если огонь погаснет, надо просто снова зажечь свечу, ну без благословения. Однако это лишь предпочтительно. На самом деле вы заповедь выполнили в тот момент, когда уже первый раз зажгли. Это применяется принцип «свет порождает заповедь». Это условие симфолизирует вот такое еврейское представление о том, как правильно мы должны принимать и действовать решение. Если мы, в конце концов, у нас была светлая мечта, и что-то не получилось, это не важно. Дело в том, что наше дело было действовать и решать. А успех и неудача в руках только Всевышнего. Шестое. В духовных вопросах есть принцип «бег душа», восхождение в святости. В духовных вопросах мы обязаны не останавливаться. Примером служить может быть что? Ханукальные свечи. Первый день один, второй два и так далее, и так далее, до восьми. В Хануке есть особое послание. О чем оно говорит? Об увеличении чуда. Ведь масло горело восемь дней, который был запас один день. В общем смысле это выражает концепцию, к которой мы всегда должны стремиться больше и больше чудеса видеть вокруг себя, ценить чудеса. Седьмое. В Хануку мы читаем две особые молитвы. Галель и Ада. Галель это песня хвалы Богу за чудеса, которые он сотворил. А Ада это признание того факта, что мы не заслуживаем великих дел, которые он для нас совершает. Мы должны идти по жизни с этим двойным признанием. Величие Бога, с одной стороны, а с другой, насколько мы маленькие перед ним и насколько велико его милосердие. И восьмое. Фитили и масло, которые не подходят для использования в качестве материалов, для изготовления субботных свечей, из-за того, что они не высшего качества, там и не горят не так хорошо, можно использовать в Хануку. Если рассмотреть еврейское слово душа, нефеш, как аббревиатуру, то можно заметить, что каждая его буква обозначает отдельный компонент свечки. Например, нер это пламя, птила это фитиль, шемен это масло. И вот душа, которая горит не так хорошо, как могли бы в своей идентичности, ну в течение года иногда не все это у нас получается, там и по субботам, и по дням. Иногда мы что-то, не дай бог, нарушаем и так далее. Ну не всегда получается, жизнь сложная. Но благодаря особой силе света мы можем гореть в Хануку. Написано, в Хануку просыпаются все души. Поэтому в этом праздник, больше чем в любое другое время года, можно прикоснуться к себе, к своей душе. Попробуйте это. Ханука великий праздник, очень-очень веселый, очень великий. И он идет из глубины души. Брахава Цлаха, хорошего праздника. Ханука Самех. И чтобы прошла неделя Хануки как самая лучшая в году. Брахава Цлаха.